Всем привет! Сегодня в Охотника NET у нас Диана. 340 N-TEC. Скажем так, по внешнему виду это 31 новая, с рифленой поверхностью, со спуском T06, самым современным. Он примерно равен по, скажем так, качеству и мягкости к спуску RECORD, который стоит на винтовках VIRAUH и ARMS, самых лучших, в принципе, пружинно-поршневых. Ну и собственно говоря, в чем ее изюминка. Почему же она N-TEC? N-TEC это газовая пружина. Газовая пружина имеет ряд преимуществ относительно обычной пружины витой, которая изготовлена из стали. Это ее, во-первых, долговечность, то есть пружина ходит намного дольше, она не теряет со временем свою мощность, то есть не ужимается, как металлические, и не портит внутреннюю конструкцию. Никакой стружки, ничего вы не увидите. Что еще можно сказать про газовую пружину, она гораздо слабее выдает отдачу двойную, чем грешат пружинно-поршневые винтовки все. И, соответственно, это повышает вашу точность стрельбы намного. Винтовку можно оставить безбоязненно взведенной, ничего. Газовая пружина не будет, в отличие от обычной витой, которая осядет со временем, если вы ее забыли. Ну, а самой что в винтовке можно сказать? Это простенькая, 31-я, в пластике, оснащена. Ну, пластик так, не очень, в принципе, пластиковый. Здесь видны швы, вот здесь по краям, то есть ничего не заполировано. Затыльник у нее не резиновый, тоже пластиковый, поэтому, если вы приобретаете такую винтовку, будьте аккуратны, потому что новая ложа стоит достаточно дорого. Как и у всех винтовок Диана, кроме PSP, предохранитель у нее автоматический, то есть, когда вы произвели взвод, он встает в исходное положение и не дает вам сделать выстрел. Вы, видно, должны его вперед задвинуть, и тогда уже можете стрелять. Для любителей открытых прицельных приспособлений, здесь они есть, с фиброоптическими элементами, которые подсвечиваются в темноте. Ну, ночью стрелять из нее, естественно, не получится, поэтому вечерком можно выйти и с помощью вот этих вот открытых прицельных, которые регулируются в двух плоскостях, в горизонтальной и вертикальной, пострелять по баночкам, по бутылочкам. Если сравнивать с прицельными Верауха, особенно старых моделей, то они сильно проигрывают. Может быть, это конкретно мое мнение и мне не понравилось по удобству использования, но я из таких винтовок гораздо хуже попадаю, нежели из 7.7 Верауха. А чем еще хороша газовая пружина? Можно купить более дешевый прицел Липперс и не бояться то, что винтовка его расколет, потому что, если, например, брать в расчет 350 Диану и с мощной пружиной, то китайская оптика и слабые Липперсы всякие на ней совершенно долго не живут. С некоторыми она расправляется за 10-15 выстрелов. Если захотите оптику поставить ласточки хвост, как и у всех Диан Виера, они не оснащают свои винтовки. Винтовка, на самом деле, достаточно интересная, в своем ценовом диапазоне конкурентно способная. Вот. Газовая пружина дает огромное преимущество. Собственно, такую винтовку, конечно же, надо приобретать в Охотник Энет, потому что мало где вы ее найдете по такой привлекательной цене. Поэтому спешите.